Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Вадим Дзюба. О самых интересных событиях из жизни русского зарубежья вы узнаете прямо сейчас. В этом выпуске. Мастер-классы, лекции и онлайн-встречи. Какой запомнится 14-я Ассамблея Русского мира. Международный фестиваль детской песни прошел в Танзании. В Австралии открылся первый русский центр. А теперь более подробно об этих и других новостях. Ассамблея Русского мира в этом году впервые проходит в онлайн-формате. Гости форума уже смогли принять участие в лекциях, дискуссиях и читательских конференциях. Подробнее о том, чем в этот раз удивляет Ассамблея, узнаем в следующем сюжете. Вот уже на протяжении 14 лет фонд «Русский мир» проводит традиционную встречу соотечественников. Вместе с известными общественными деятелями, экспертами в области русского языка, культуры и искусства происходит обсуждение главных вопросов российской современности. В этом году в центре дискуссии «Цифровая реальность». Завесу в мир технологий и коммуникаций первым открыл молодежный форум. Гости мероприятия смогли посетить школу молодого журналиста и узнать о тенденциях в онлайн-образовании. Завершила молодежный форум онлайн-встреча «Друзья. Прекрасен наш союз». Здесь ведущие совместно с гостями мероприятия порассуждали на тему современного русского языка, а также поделились своими мыслями о том, как правильно вести интернет-блог. А для тех, кто хочет изучать русский язык, методисты подготовили презентации с лучшими образовательными ресурсами. В Златоусте есть курсы повышения квалификации преподавателей русского языка как иностранного. За прошедшее время эти курсы прошли более 75 тысяч преподавателей. Мы проводим наши курсы и в вочной форме, мы приезжаем в разные страны и проводим там учебные мероприятия, и также мы проводим эти мероприятия в форме вебинара. 30 октября участники ассамблеи смогли задать вопросы редакции журнала «Русский мир». Главный редактор издания Георгий Бофт и шеф-редактор Лада Клакова презентовали новый ноябрьский номер. Традиционно накануне Дня Народного Единства прошло главное мероприятие форума – торжественная церемония открытия 14-й ассамблеи, которая на этот раз прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Сегодня мы открываем 14-ю ассамблею русского мира. Мы открываем его в удивительном месте на Поклонной горе, на месте, которое свято для каждого русского человека, гражданина Советского Союза, для каждого человека совести. Именно здесь мы отмечаем 70-летие Великой Победы, одержанной в страшной войне, самой страшной войне в истории человечества, над самым страшным врагом в истории человечества, ценой самых больших жертв в истории человечества. В этот день всех участников мероприятия ожидала насыщенная программа. Открыла ее традиционная панельная дискуссия. В этом году участие в обсуждении приняли председатель правления фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов, советник президента Российской Федерации Владимир Толстой, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, а также руководитель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов и многие другие. На повестке дня стояли вопросы современного информационного пространства и сохранения традиционных ценностей в новую эпоху. Тенденция перевода многих встреч в онлайн-формат открывает для нас новые возможности, которых не было раньше. Пригласить к участию в наших мероприятиях людей с разных концов планеты стало не только возможно. Это стало возможно делать, имея минимальную техническую и финансовую базу. Дискуссию продолжили участники «Круглого стола». Эксперты-филологи и современные переводчики разобрали творчество Фёдора Михайловича Достоевского, которое до сих пор особенно интересует литературное сообщество. А на следующий день, 5 ноября, все гости ассамблеи смогли узнать о мастерстве преподавания русского языка в цифровую эпоху. Эксперты поделились своими методиками и рассказали о секретах продвижения культурного контента в сети. Хочу поделиться свежим опытом, который сообщество родителей создало совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом. За неделю мы собрали тысячу заявок для онлайн-школы для шестых-девятых классов, чтобы они могли обучаться основным предметам – выходной день на русском родном языке. В программе 14-й Международной ассамблеи русского мира также ожидается заседание круглого стола на тему «Столетия русского исхода», премьера документального фильма о русском летчике Иване Смирнове «Король неба», а также дискуссия о возможностях межрелигиозного диалога в эпоху интернета. В австралийском городе Сидней появился первый кабинет русского мира. Уже скоро здесь будут проводиться культурные и общественные мероприятия для соотечественников. А для тех, кто хочет изучать русский язык и литературу, кураторы центра готовят специальные проекты. 25 октября в Первом русском музее в Австралии состоялось торжественное открытие кабинета компании «Русский мир». На открытии присутствовали представители Дипломатического корпуса Российской Федерации, журналисты, художники, артисты и волонтеры. Гостей тепло приветствовал основатель и директор музея Михаил Моисеевич Овчинников. Сегодня прислодоказатель станицы и Первом русском музее в Австралии мы открываем кабинет русского мира в городе Сидней. Пусть кабинет русского мира станет местом единения и линения всех российских соотечественников в Австралии. Организаторов поздравил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австралии Алексей Викторович Павловский. Конечно, нельзя не сказать, что вот это большое начинание, которое сегодня берет старт, стало возможным прежде всего благодаря энтузиазму, искренней любви к Отечеству и неиссякаемой, вызывающей восхищение творческой энергии Михаила Моисеевича Овчинникова и его верных, надежных помощниц. Мы очень дорожим, гордимся дружбой и сотрудничеством с людьми, которые создали первый русский музей в Австралии. Желаю вам крепкого здоровья, успешной работы и надеемся на плодотворное сотрудничество. С уважением, директор Владимир Викторович Кочин. Это именно так. Сегодня русский язык – это прошлое, настоящее будущее. Всем здоровья и трудиться под флагом фонд «Русский мир». Уверен, что открытие кабинета «Русского мира» в Сиднее откроет новую страницу тесного сотрудничества, взаимодействия, как между самими российскими соотечественниками в Австралии, так в целом между Россией и Австралией. На Россию пришла и столетия прошла православная русская вера. На свободу Руси и на верцы враги вероломно с мечом посягали. Но народы сыны, полководцы страны, на победу народ поднимали. После осмотра экспозиции перед гостями выступили танцевальный коллектив «Надежда», вокальное трио «Креница» и представители общественности. Сегодня русский мир, наконец, прибыл в Австралию. И он прибыл не просто в Австралию, он прибыл в первый русский музей в Австралии, в котором мы сейчас и находимся. Вечер завершился торжественным ужином. Русский мир – это фрадедов меч, русский мир – это вера Христова. Русский мир – это русская речь, русский мир – это русское слово. Русский мир – это русская речь, русский мир – это русское слово. Русский мир – это русский мир. Следом за Австралией новый русский центр появился и в Южной Осетии. Теперь в Государственном университете имени Тибилова каждый желающий сможет получить доступ к российским онлайн-библиотекам, а также ближе познакомиться с национальным искусством. В этот день в коридорах Юго-Осетинского государственного университета имени Тибилова пахнет караваем и пирогами, а в учебных классах репетируют музыкальные и театральные номера. Здесь вовсю идет подготовка к открытию русского центра. Когда мы год назад встретились в Москве с руководством фонда «Русский мир», то все высшие руководства фонда приняли для нас важное решение об открытии центра в нашем университете. В адрес участников и гостей мероприятия приветствие направил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Глава государства пожелал центру успешной работы, выполнения поставленных задач и целей, выразив уверенность, что он будет способствовать укреплению дружбы между народами России и Южной Осетии. Кто точно ждал больше всего открытия русского центра, так это филологи и русисты. Для них это событие стало настоящим праздником. Это знаковое событие, потому что это означает, что университет развивается, это означает, что республика идет вперед, это означает, что мы имеем очень мощную базу для включения в это мощное движение, очень хорошее движение, гуманитарное, которое получило сегодня новый импульс. Студенты уже с интересом ждут занятий в новом центре, а педагоги уверены, что преподавать русский язык теперь будет гораздо легче. Русский язык по детским песням. Таким необычным способом обучения пользуются участники международного фестиваля «Чирику». Он проходит в Танзании уже в третий раз. В конкурсе участвуют талантливые солисты, детские и юношеские коллективы и семейные ансамбли. Подробнее о проекте в нашем следующем сюжете. 17 октября в столице Танзании прошел третий международный фестиваль детских песенок «Чирику». Он стал одним из основных мероприятий празднования 30-летия Российского центра науки и культуры, который был открыт в Танзании 1 декабря 1990 года. В условиях пандемии был проведен отборочный онлайн-конкурс для ребят из других городов и стран. Были отобраны исполнители из Мадагаскара и Франции. В концерте приняли участие пять коллективов и четыре сольных исполнителя, которые исполнили 22 популярные детские песни из любимых мультиков. Гран-при фестиваля «Чирику» 2020 года был присужден коллективу «Радуга» за исполнение песен из мультфильма «Акателеопольдия» и восьмилетней солистке Карине Кивале, которая ярко и оригинально спела знаменитую песенку «Черный кот». Присылайте ваши новости на этот электронный адрес. Подписывайтесь на наш канал и всегда будьте в курсе хороших новостей. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе, заявки на участие в которой продлены до 1 декабря. Все подробности на нашем сайте www.ruscomir.ru Делайте новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания.